Федерация бодибилдинга Крыма Участники проекта в первые его дни настроены довольно решительно И вот для того, чтобы снова себя испытать, чтобы снова почувствовать себя в хорошей форме, для этого я здесь Спортивный проект для обычных людей назвали «Перезагрузка», намекая на то, что керчанам требуется встряска, мотивация, смена вида деятельности В отличие от бьюди-поди, с ребятами будут заниматься не 3, а 4 месяца В этот проект попали люди разных профессий, в том числе таких редких, как спасатель и даже пастор Я пастор церкви и это, скажем так, продвижение духовных ценностей в спорт Потому что это важно, ну, не только заботиться либо о тех, либо о той-то духовной части Но человек должен быть полноценным И это как бы влияние, ну, то есть распространение христианских ценностей через спорт Чтобы вдохновить ребят на ежедневный труд по усовершенствованию своего тела Президент Федерации бодибилдинга Крыма Александр Иванов раскрыл собственную историю спортивного успеха Первый мой спортзал был дома Я купил штангу за 70 рублей советских Весила она 70 килограмм А вам это большая сумма? Да, это была большая сумма Я все лето работал у отца на работе, на отработках Заработал денег, купил ее, поставил ее дома У меня, конечно, с ней выгнали Я ушел к себе в подвал Там сделал зал, а через год уже сделали настоящий зал в другом подвале Первые мои выступления, к сожалению, были достаточно поздно Я вышел на сцену Ну, было ощущение просто, как будто я улетел куда-то в космос Вокруг меня ходят какие-то люди, просто боги Конечно, непередаваемые ощущения На сцене люди аплодируют, я позирую Я еще занял второе место, обыграл достаточно серьезного спортсмена Ну, это была победа Ну, наверное, это и сыграло роль того, что дальше я начал, в общем-то, это культировать очень серьезно И как раз после этого я и возглавил федерацию спортивного Удивительно Мария Крийцкая, Евгения Щербинина, Николай Пырг Специально для Киршна Тиви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!